Особый статус, перспективы принятия закона о детях войны обсудили в законодательном собрании региона. Брифинг провел председатель комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Алексей Андрианов. Эти и другие вопросы в сюжете. Обсуждение бюджета Владимирской области на 2017 год еще не состоялось. Однако Алексей Андрианов поделился с журналистами, что главный финансовый документ региона сохранит социальную направленность. Как и бюджет прошлого года, он нам не принесет каких-то таких, знаете, удивлений и сохранит свою социальную направленность и все меры поддержки, которые мы принимали ранее, они все сохранятся. Более того, мы ряд из них проиндексируем. Говоря о льготных категориях граждан, Алексей Андрианов затронул проект федерального закона о детях войны, который предусматривает меры поддержки для ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла и блокадников, подчеркнув, что подобные законы приняты на региональном уровне в ряде субъектов федерации. Чаще всего это такие рамочные законы, которые, опять же, не несут большой смысловой нагрузки для данной категории граждан. Мы не хотим принимать такой закон. Мы хотим дождаться принятия данного закона на федеральном уровне. Барьером для введения данного законопроекта является и то, что так называемые дети войны уже являются льготниками по тем или иным основаниям, пояснил Алексей Андрианов. Многие, опять же, вот эти вот льготы для федеральных или областных льготников, они все равно будут выше, чем, допустим, если бы у нас была бы мера поддержки для детей войны. И, опять же, вот я вам говорил, или-или, да, выбирая, да, что нам дает, устанавливает право федеральный законодатель, они все равно выберут льготы по другому основанию. Не как ребенок войны, а как там инвалид, там, жители блокадного Ленинграда или труженик тыла. Между тем, депутат областного парламента выразил надежду, что данный законопроект в ближайшее время будет рассмотрен и принят в Государственной Думе.